Видеть мир через объектив и создавать свою собственную кинокартину учатся воспитанники молодежного клуба «Ровесник». Не так давно для желающих попробовать себя в роли операторов, сценаристов и режиссеров в учреждении начала работу киностудия. В конце прошлого года в нее поступило оборудование, открывающее новые возможности перед юными поклонниками киноискусства. Свет, фотоаппарат, камера. Всего более пяти единиц оборудования поступило в молодежный клуб «Ровесник». Вся аппаратура достаточно легкая, мобильная, то, что надо для начинающих осваивать искусство кинематографа. Благодаря этому оборудованию, в принципе, у нас дети могут уже выходить на мероприятия. И некоторые из них, кто у нас уже будет заниматься и уже ходит даже, они будут вести съемку и в дальнейшем монтировать ролик о мероприятии. Для них это интересно попросить в качестве кинооператора, режиссера, самому продумывать, как поймать кадр, как в кадре, кого нужно показать и выставить, как это мероприятие осветить. Новая аппаратура была приобретена на средства, выделенные из специализированного фонда депутатом Мособлдумы Владимиром Шапкиным. Посетив клуб «Ровесник», представитель регионального парламента отметил, что главная роль такого направления работы – помочь молодежи с профориентацией. В целом, хочу сказать, это очень важное направление, когда мы оказываем помощь тем направлениям работы по дополнительному образованию, где с ребятами занимаются и ориентируют на будущую профессию. Наверное, кто-то из ребят, которые здесь занимаются, в дальнейшем выберут это своей жизненной стезей, профессией. И это, наверное, главное. И действительно, часть учеников киностудии в будущем себя видят, например, режиссерами. Сейчас они ищут вдохновение непосредственно в своей жизни. К счастью, материала для съемок предостаточно дает сам клуб «Ровесник». Военно-историческая реконструкция, увлекательные соревнования и общественные акции – все это можно снимать и освещать. В арсенале студии несколько крупных проектов, в том числе исторический фестиваль под Волоколамском, «Велоквест» и военно-тактическая игра «Заря». Испытать новое оборудование планируют 3 февраля на военно-историческом фестивале «Общая история. Единая память». Вообще, с появлением студии у нас открылись просто огромные горизонты. Каждое мероприятие, ну, а мы их проводим очень много, ну, должно быть как-то задокументировано, причем можно поделать и с креативной точки, допустим. И вот ребята, которые сюда приходят, очень много хотят уже заниматься данным направлением, потому что сейчас очень развита и площадка YouTube, например, все ее смотрят и все хотят этим заниматься. Но оборудование, естественно, дорогое, каждый человек ее себе позволить не может, и данный клуб на бесплатной основе будет давать людям, ну, хотя бы пощупать себя, может быть, и стать профессионалом. Возраст ребят, занимающихся в студии, от 14 до 18 лет. Пока их всего пять, но с обновлением оборудования преподаватели надеются заинтересовать больше активной молодежи, желающей освоить азы киномастерства.